Я хочу показать наши покупки в фикс-прайсе. Первое, это вот таких два скраба. Один мы уже попробовали. Замечательно. Вообще замечательный такой скраб. Нежный. Вот этот идет лимонно-солевой. Надо попробовать. Потому что вот этот травяной, он без соли. Мы до этого брали, но вот лично у меня как-то чисто солевой брали скраб. Жгет кожу. А это вот... Покажи внимательно. Сейчас я вот покажу каждый. Это лимонно-солевой. Вот такой вот он скраб. Сейчас я его... О, это даже... Смотри, этот помягче, а этот пожестче. Какая-то текстура масляная. Сам коробочку. Скраб, выкрути. Скраб для тела. Антицеллюлетный. Лимонно-солевой. Моделирующий. На горчичном масле с лимонным соком и медом. Вот оно мед и чувствуется. Вот прям мед. Вот текстура меда. Прям чувствуется такая вот текстура. Да-да-да. Пахнет медом. И пахнет медом. Медом пахнет. Этот мы еще не пробовали. Мы его попробуем. А вот этот омолаживающий травяной мы уже попробовали. На основе молотых целебных омолаживающих трав. Он... Знаете, вот я не знаю, что там текстура какая. Он как гель. Он как гель, но я не знаю вот это вот что. Какие-то косточка. Вот такое ощущение, что это какая-то косточка. Он такой мягкий. И когда мы намазываем, что он лопает, вот он появляется. Вот он пенится. Вот он пенится. Вот такой вот он это. Так, сейчас секундочку. Возьму спонжики, чтобы вытереть. Как бы вот такой вот он мягкий прям. Ну очень хороший. У нас были другие скрабы. Скрабы были. Написано 100% натуральные. Без ГМО и парамбенов. Ну вот, конечно, если сравнить Avon и FixPrice, в Avon побольше там тюбик, более выгоднее цена, потому что этот, одна баночка такая стоит 51 рубль. 55. 55 даже. Вот. А Avon, он, конечно, стоит где-то 100. Ну да. Там и побольше. Нет, тюбик-то побольше, а он вытянутый, а здесь наоборот. Нет, он побольше, наоборот. Если сравнить. Так, следующее. Сегодня мы взяли какое-то густое мыло для тела и волос. Омолаживающее на балькайской голубой глине. Стимулирует процесс регенерации роста с массой амаранта и экстрактом лимонника. Вот такой вот. Я уже открыла, чтобы показывать. Вот такое вот какое-то густое мыло. Запах, конечно, не очень сразу. У меня запах вообще ужасный. Вообще. Я не знаю, сможем мы с таким. Может быть, его поставим на подарок. Попробуем. Попробуем. Если нет, на подарок. Такое вот ведерочко на голубое глине. Следующее. Я просто крышки открывала, потому что они новые и туго открываются. Это глина для лица, тела и волос. Значит, им можно волосы еще намазать. Представляешь, намажем все такие. И чтобы гости кто-то пришел. Надо позвонить и позвать гости. Здрасте, вот мы такие здесь. Нет, нам не хватит одной боночки, если нам полностью намазюкаться. Весь с волосами. Надо лицо и волосы намазать, ну и позвонить кому-нибудь. Да, черная лаконическая камчатская матирует и сужает поры, очищающая глина. Так, вот здесь вот маска для волос. Здесь я вот, кто-нибудь потом на паузу поставьте, прочитайте. Потому что здесь... Дай, дай, как укус я. Наведу. Наведу? Вот как-то так. Запах, конечно. Ну, вот это уже приятный. Ой, ну это так. По сравнению с мылом, это, конечно... Мыло почему-то какое-то вонючее. Вонючее, да. Если честно, я сначала взяла, думала, скраб взяли. Я не почитала, что это густое мыло. Так, ну, такой вот мы в этом обязательно глину попробуем. Так, ну, сразу раз у нас глина, сразу мы хотим показать вот такой вот наборчик. Здесь, в этом наборчике две тарелочки для разведения масок. Вот так они разъединяются. И можно, если у вас двое, каждому сдать маску. Так, вот так собирается к нему. Мерные ложечки две. Это на 15. 2,5 и 5 миллиграмм. Такие две. Кисточка. Кисточка на ощупь очень приятная такая. Это нанесение. Вот так же вот эту глину можно просто нанести спокойно. Любую маску. Также шпатель еще. Тоже так же можно нанести любую маску. Кисточку я еще не пробовала. Как она моется после... Но это я, если что, напишу в комментарии. Как она моется после масок. Хорошо ли она промывается. Потому что у меня однажды была кисточка, когда она нанесла маску-пленку, она потом не промылась. Угу. Ну, плохо. Наподобие таких кистей у меня еще идут. Потом еще посылки будем показывать. Когда придут у меня посылки. Так. Угу. Следующее. Взяла я такое... Каллическое безобразие. Компрессионные накладки для глаз. Они как охлаждают, так же и согревают. 55 рублей стоят. В общем, опускаем. В какую... У нас, кстати, были такие. У нас была полностью отейвана. Она как маска одевалась. Прямо полностью. Но мы ее одной в то время не умели как бы пользоваться. Холодильник. Мы ее в магазинку положили. В магазинку засунули. Написано в холодную. Мы решили положить. Потом ее невозможно было вообще одеть. Она холодная была. Как не знаю, ничего. Можно было заработать. Она испортилась просто. А потом она просто-напросто... Гель то ли скомковался, то ли что. И она испортилась. В общем, в морозилку нельзя. Да. Предупреждаем. В холодильник можно. В холодильник можно. Не, ну здесь даже в холодильник не советуют. А, ну начнем. Здесь, вот первый, охладите накладки в холодной воде. Охлаждающий эффект способен снятию отеков. Второй, нагрейте накладки в горячей воде. Согревающий эффект способен расслаблению. Вот такие вот две. Кстати, вот это более удобно, чем у нас в Ваеване тогда была. Маской. Оно не задевает переносицу. Если вы охлаждаете, как мы ту маску, она была полностью. И переносицу задевала. Это можно было заработать гайморит. Гайморит, да. А здесь именно на глаза ложится. Попробуем сегодня вечер. Узнаем. Так, ну давайте приступим сразу для ножек. Вот из этой серии, можно сказать, купили холодный парафин для ног. Витамины А, Е и Ф. У нас витамин Ф есть? Да, да. Я даже не знала. А, Б, С как бы, витамины-то. Есть всякие. Натуральное масло, эфирное масло. Конечно, попахивает парафином. Да. Ну, приятный запах. Но вот такой вот густой. Его можно, я прочитала, его можно использовать как крем, но лучше рекомендуют его использовать как маску. Как крем, потому что не стоит, я так поняла, парафин все равно нужно его смывать. А как маску нанести на ножки. Это для ног. Нанести на ножки, одеть пакеты, носки и оставить на 20 минут. Потом смыть. И якобы. Попробуем. Потом полетим опять в магазин. А может не полетим. А может нет. Так, ну раз мы продолжили для ножек, я купил ему сегодня вот такую щетку. Такая щетка у нас была. Конечно, мне не нравится одно, что у них здесь очень быстро отлетает вот это все. Клеевая основа. Клеевая основа вообще плохая. Почему? Потому что чуть намочил, все, пенза отлетела, это отлетело, это отлетело. Клей отлетел. Но одно радует, что она стоит 51 рубль. Можно купить. Вот я вот даже еще ее до конца не распаковала. Здесь щетка. Вот здесь вот для грубой кожи пяточек. Кому нужно убрать трещинки. Все вот это. Пенза. Вот это еще пенза такая щетка хорошая. Ну, вот такая вот щеточка. Так, ну и последнее, что мы взяли, это вот такую втирку. Втирку такую я хотела описывать на Али. Но, придя на фикс прайс, я увидела, что такая втирка у нас есть здесь. Три цвета. По идее, мы уже брали, попробовали, но вот сегодня мы еще все цвета забрали, так скажем. Первый, так, ну да, вот здесь уже не видно уже. Ну, можно нанести. Нет, сейчас уже не нанесешь. Нет, ты на другой ноготь нанеси. На липкий слой нужно сейчас. У меня простой лак же. Нет, надо сейчас наносить. Мне сейчас наносить надо гель. Нет, на мой ноготь желтый. Нет, липкость нужна. Она наносится в первую очередь, чтобы липкость была. Так, ну сейчас давайте... А, только покрасили, потом... Да. Понятно. Нет, я покажу, что входит в набор. В набор входит... Вот мы взяли сейчас еще первом утром. Такая баночка в баночке. Ну, естественно, в баночке очень мало. Очень мало, да. Его. Если делать все ногти, можно использовать свою баночку. Вот такой вот порошок. И вот такой вот спон. Им вот и втирать надо. Как бы все это. Я покрасила утром. Мне надо хоть втёпле. Ну, понятно, его нужно нанесить как? Так, нанесли темный гель-лак. Или простой лак. Или простой лак. У меня не гель. Да. Потом втерли. Потом нужно защитный обязательно. Или простой лак, прозрачный нанести. Или же топ, если гель-лаки. Ну, цвета покажи. Если гель-лаки. И его желательно несколько раз. Теперламутровый. Теперламутровый. Потом мы взяли. Силый мы ещё не попробовали. Серебристый, да. Серебристый, да. Мы ещё не попробовали. Поэтому поехали и ещё взяли. Так, вот это жёлтый. Ну, как бы классику взяли серебряный и жёлтый. Золотистый, вот он. Ну, конечно, очень мало. Каждая своя кисточка. Очень удобно. Да. Потому что она, если заморается, она сразу это уже в этом по-хорошке будет. Наконец-то у нас в фикс-прессе начало что-то появляться более-менее. Да. А то раньше как-то в фикс-прессе я давно не ходила. Почему? Потому что там, ну, невозможно было что-то купить. О, серебряного больше. Очень много органайзеров мы там взяли. Ну, органайзеры это, да, это... Для кисточек, для помады у меня есть, для духов органайзеры есть. Для духов? Да, ну, как бы для ручек именно для духов. Да, да. Ну, вот я могу показать свои органайзеры. У меня уже там стоит. Многие, кто может... Я даже купила органайзер для кухни купила. Вот такой вот органайзер, здесь вот ставятся кисточки. Вот я еще хотела показать. Я купила на Алиэкспрессе для снятия гель-лака. Не Алиэкспрессе. Ой, фикс-прессе. Фикс-прессе. Я путаю, потому что я на Алиэкспрессе хотела. Хотела, да. А обматывается спонжик смоченный и вот так. И не нужно фольгу. Что это? А я взяла для органайзера для кухни. Там поставить это, ну, моющее средство. А, ну, да. Поставила, ось, перегородкой тоже. Вот такой вот. Ну и кисточки. Кисточки я покупала не в Алиэкспрессе, а в видео. Но я вот хочу купить и сделать потом видео сравнение. Просто органайзеры показываем какие. А у меня другие органайзеры. Видео сравнение. Хочу сделать кисточек потом. Это уже отдельное видео я сделаю. Кисточки с магазина Косметик ПРО и кисточки с Фикс Пресса. Это мы уже сделаем попозже в том видео, когда купим. Ну, вот такое видео. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Комментируйте. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok